МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семен Теодорович, здравствуйте! Изучая вашу биографию, я знаю, что с юных лет, если отмотать время назад, вы увлекались химией. Когда мне было лет, наверное, 7-8, мне подарили на день рождения, даже помню эту коробку, коричневый окантовка и зеленый верх, это называлось набор юный химик. И там были такие бутылочки, скляночки, и вот я мальчиком сливал, сказано, желтый и зеленый, получалось красный. Я поджигал какой-то порошок, и типа вулкана что-то извергалось. И детское сознание произвело такое сильное впечатление, что я рисую, что вот эти фокусы, это и есть профессия химика. Я, вопреки воле родителей, я закончил техникум химический на обуковской обороне. Потом поступил в институт технологический, 6 лет отучился, потом проработал 2 или 3 года по специальности. Так что мне в сумме понадобилось где-то 13 лет, чтобы понять, что я получил профессию, которая мне абсолютно не нужна. Тогда я начал рыпаться, там были какие-то общественные работы. Я был зав. клубы молодежи Петроградской стороны, штаб студенческих строительных отрядов, китые мероприятия такие. Вернулся в технологику, которую я очень любил, поскольку все равно провел там по возрасту и по окружению лучшие годы моей жизни. Обычно ты понимаешь, что лучшие годы это, ты понимаешь тогда, когда они уже прошли. Когда ты в них, ты так их не оцениваешь. Ну и потом потихоньку вот перешел, и в 40 с лишним лет химией я, во всяком случае, не занимаюсь. В технологике я еще 4-5 человек, мы устраивали 2 или 3 раза, 1 апреля мы отмечали. То есть мы ночью что-то такое придумывали, развешивали, какие-то смешные объявления там, путали, где какая группа, в какой аудитории. Сами получали огромное удовольствие от этого, и мы видели, как народ реагирует на это очень хорошо. Хотя у нас там была одна такая странно мрачная история, поскольку пока мы ночь, а еще тогда не было мобильников, это времена, ну, вам это не знакомо, в наши годы было время студенческих строительных отрядов. Летом студенты уезжали на стройки, и были стройки сначала вообще абсолютно бесплатные, комсомольцы ездили, пели песни, а потом оказалось, что там можно что-то зарабатывать. В Ленинградской области это были менее по деньгам, а вот Муромонск, Гурьев, это было посолиднее. Там студент мог заработать себе и на одежду, и на магнитофон, на те предметы, и на роскоши. Короче говоря, мы взяли, зная это настроение в институте, мы сделали чучело, сапоги, куртка, какой-то шаг, повесили на фонарный столб с табличкой, во дворе техноточки, с табличкой, меня не взяли в Муромонск на стройку. То есть вот такая, как нам казалось, была уместная шутка, в эту ночь, оказывается, умирает министр обороны. Боюсь ошибиться, не буду называть фамилии. И Портком, естественно, утром, вот этот свел в одну точку, что умирает министр, а эти, значит, вешают чучело. И нас чуть не выперли из института. Вот тогда были такие времена, когда у людей работала голова в отдельных людей, очень своеобразно. Вот такая была трагикомическая история. Ну, много смешного хотелось сделать, очевидно, но я никогда не думал, что это будет профессией. Так было хобби, я видел, как людям это доставляет радость. А потом оказалось, что я могу сочинять какие-то фразы, это вызывает у людей смех, поднимает им настроение. И постепенно вот я стал одним из последних, наверное, работающих в этом жанре серьезный. Я достаточно серьезно отношу их к жанру юмора. И я, может быть, предпоследний из магикан, Михаил Михайлович Жванецкий, гениальный человек, который старше меня, до сих пор работает и пишет потрясающие вещи. Потому что какие-то мои рассказы и фразы, они уходили в народ, и как-то их люди повторяют. Хотя иногда опять-таки забавно происходит. Я ехал как-то в красной стреле, в тамбуре подходит молодой человек, говорит, я ваш поклонник, у вас такие замечательные фразы, если мизма не называются, я в компании их исполняю, имею большую успеху. Какая? У меня была такая фраза, если от вас ушла жена, а вы не чувствуете печали, подождите. Жена вернется, а с ней печаль. На ваших выступлениях, на ваших концертах полные залы счастливых людей, которые, вы сейчас правильно заметили, даже записывают ваши сатирические афоризмы. Как вы готовите свою юмористическую программу? Мне приходит в голову какая-то мысль, да, и у меня есть какие-то записанные книжки, они достаточно неразборчивые по почерку, но при желании разобрать, что это можно, и вот какая-то одна фраза, одно замечание, что-то увиденное, но в какой-то момент во сне или днем вдруг соединяется в какую-то историю, какой-то сюжет, а дальше дело техники это все записать. Юмор у меня все-таки, ну, у меня так интереснее, он немножко, ну, не хочу сказать, что он очень простой, но какая-то доля абсурда, мне интереснее, и это у меня получается. Но, с другой стороны, чем, как говорится, умнее юмор, тем уже аудитория. Это естественно. Чем юмор проще, тем он доступнее и привлекает большее количество людей. Ну, как я, поскольку ничего кроме этого я в жизни делать не умею, поэтому я все время, каждый день что-то пишу, потом выхожу к людям, потихонечку пробую, естественно, так, хотя меня тянет, прочитать все новое, но такие вещи делать нельзя, поскольку люди сидят, они заплатили деньги, поэтому надо перекладывать. Тут я уверен, это уже проверено неоднократно, вот это новое, посмотрим, как пройдет, опять перекрываю уже каким-то таким кирпичом, которым я не сомневаюсь, ну, вот так я и пишу. А вообще, вот зритель, например, который был там 20 лет тому назад, который сейчас, он изменился? Ну, конечно, конечно, как изменился. Я и внешне, и, наверное, и внутренне, так же меняется и зритель, тем более, что сейчас юмора стало в разы больше, юмор разный, поскольку чувство юмора у всех различное, там вот есть Петросян, Степаненко, и это очень нужно кому-то, они прекрасно в своем жанре работают, кому-то это нужно вообще, это только комедий-клаб, стендаперы, и там действительно очень симпатичные есть ребята. Но это все, повторяю, все достойно уважения, находиться и иметь своего зрителя. Катя юмор стал, конечно, более коммерческим, это понятно, то есть если мы когда-то, как я уже говорил, старались что-то сказать, сейчас это не важно, но это, чтобы люди заплатили деньги, мы хотим смеяться. И достаточно смешно, вы видите эти лица на экранах, хотя я, в принципе, не знаю, как это делается, поскольку когда-то, когда меня было гораздо больше на экранах телевидения, я останавливался у Москвы гостиницы, Ленинградская площадь двух вокзалов, там администратор, шесть женщин. Говорит, можно прийти на запись, хочу, чтобы меня показали. Я договорился, ради бога, она симпатичная, еще, как любая женщина, привела себя в боевой такой вид. Ее показали во время концерта, она была довольна, проходит год. Она говорит, Семен Тодорович, у меня дома неприятности. Я говорю, что такое? Она говорит, я прихожу домой, муж спрашивает, где ты была? Я говорю, на работе. Как на работе? Вот сейчас был концерт, посвященный Дню Милиции, ты там хокотал. Поскольку на телевидении есть понятие монтажа. То есть есть какой-то набор хороших, выразительных, симпатичных, смеющихся лиц, и потом его вставляют куда угодно. Поскольку я знаю уже трех человек, которые давно умерли, а на экране в записи они хохочут до сих пор. Просто у них были симпатичные визиономии, которые были нужны телевидению. Юмор помогает человеку, и как он лично вам помогал, может быть, в каких-то ситуациях жизненных? Ну, если воспринимать всерьез все то, что происходит сегодня, если вот смотреть телевидение, читать газеты, ощущения то ли конца света, то ли как бы вот на подходе. И просто есть средства массовой информации, это их работа вот так давать такую информацию, что люди все время были в напряжении. И вот такая агрессивность, она как бы каких-то людей с не очень здоровой психикой, она их и подвигает на какие-то неадекватные поступки. Потому что тут же после новостей идет дежурная часть, и мы видим результаты показа новостей, передачи дежурной части, когда у людей едет крыша и все вот это. И слава богу, что те люди, у которых есть чувство юмора, вот это помогает как бы взглянуть со стороны и на себя, и на ситуацию, и ты не знаешь, что действительно трагические вещи, происходящие в жизни, не знаешь, что надо над ними смеяться или улыбаться. Но как-то вот это такая защитная реакция организма, это не бронежилет, но вот что-то такое, что позволяет отстранять себя от происходящего. И на себя смотри со стороны, как иногда в каком-то, там, не знаю, семейном скандале, что не исключено бывает у каждого, или какой-то конфликт где-то. Вот что-то такое, и это, буквально, снимает напряжение. Как вы знаете, вот там разминирует или что-то, вынимает запал, и все. Оказывается, действительно, ничто не стоит такой вспышки гнева, которая таится в каждом из нас. Юмор — это вот такое. Не всем данное, но люди с чувством юмора, и я думаю, что они живут дольше. Ваши родители, они имели творческие специальности, и как они отнеслись к выбору вашей профессии? Мама была архитектором, отец преподавал электротехнику кораблестроителям в институте. Мама ушла рано, она не застала этого. Отец сначала пришел в ужас, потому что он считал, что это все несерьезно, тем более, когда я ушел, он начал жить на то немногое, что мне приносило этот жанр. А потом, понимаешь, он начал и гордиться мной, вот его тоже уже нет. Я нашел у него там все вырезки, где при меня что-то было, какие-то мои маленькие, он все это собирал. Ну и гордился тем, что вот его сын где-то кому-то известен. Так что для них это для меня было неожиданно, что для них, для всех. Ну и что касается семьи, вот дети и внуки, они как впитали этот дар? С этим все в порядке. И жена, хотя она иногда обижается, я говорю, что это благодаря мне, она говорит, еще до того, как мы познакомились с тобой, и пока у нее была книжечка «Хочу харчок» Горина, она говорит, видишь, я уже до этого интересовалась этим. Ну, наверное, без чувства юмора со мной жить невозможно. И часто они смеются, я говорю, что такое? Они говорят, ты понял, что ты сказал? Они повторяют, ты понимаешь, что действительно в этом какая-то парадокс есть? Нет, и жена, и сын с прекрасным чувством юмора, внучки, внук. У нас когда были собаки, большие королевские пуделя, тоже с чувством юмора было. Тем более, что, и это правда, я когда что-то писал новое, я сначала пытался читать своим. Но поскольку у них такой характер, что они максималисты, жена и сын, они сразу начинали меня править, чуть не с первой фразы. Я говорю, ребята, ну дайте вы дочитать. Я говорю, все, я больше читать не буду. И потом, когда у нас был вот второй пудель, большой, черный, Брюс, я читал ему. Вот он садился напротив меня, я читаю, он, естественно, ничего не понимал, но слушал, вот шевелятся уши, ноздри, он очень хотел понять. Поэтому вот если можно было бы собрать зал вот таких королевских пуделей, я думаю, со временем я имел бы большой успех у них. Собак тоже, может быть, чувствуем. Интересная история знакомства с супругой вашей. Да, поскольку у меня сейчас память вообще нулевая, и была, честно, не важная, поэтому я с женой своей будущей знакомился трижды. Хотя уже потом мы сложили в кучку, я действительно помню, я когда вам говорил, после «Химика», я там блуждал, и когда был зав. клуба молодежи Петроградской стороны, я там делал так называемый устный журнал, когда-то это была очень популярная форма, сегодня такая смешная, но просто когда не было информации, это сейчас мы не знаем, куда от нее деваться, а тогда во всех газетах одно, о многих вещах вообще ни слова. И поэтому человек, который мог что-то рассказать, и это был человек интересный, это вызывало очень большой интерес. Я помню технологику, у меня даже где-то есть фотографии, актовый зал, устный журнал, открыта дверь на лестницу, и там еще народ стоит, кузнец Юрий Львович. Замечательный человек, который в какой-то мере даже повлиял на то, кем я стал, вот он съездил в Китай, рассказал про Китай. Никакое ощущение, что еще Китай не был открыт вообще, как вот кто-то там, Колумб потом открыл Америку, вот в Советском Союзе, люди открывали для себя какие-то вещи, поскольку они не имели никакого понятия. И вот с этим же основным журналом я пришел в Декалин Совета, Клуб Монадежи, и я там, как сейчас помню, пригласил Махлин с удавами, то есть человек, который дома, но не такие большие удавы. А накануне я поднимаюсь по лестнице Декалин Совета, там такая лестница, кресло в углу, сидела очень красивая девушка, так и увидел вроде бы застенчиво, но выбрал, по-моему, самое заметное место Декалин Совета. Но я не умел знакомиться, для меня это всегда была проблема, а тут у меня был козер, и у меня в кармане лежал билет на воздушный журнал. И вы хотите пойти? Она говорит, да. Я отдал, думаю, ну вот она придет, мы, может, где-то увидимся. И во время этого журнала выясняется, что у Махлина куда-то уполз один удав. Естественно, мы все кинулись по лестницам Декалин Совета искать вот это животное. Поэтому мне уже было не до нее, она была, как выяснилось потом. Ну, мы разминулись. Прошел год. Я вернулся в технологию с завклубом. Закажу в комитет комсомола, у нас там встала пианино. Какая-то очень симпатичная девушка играет на инструменте. Вот что-то, по-моему, опять мы попытались познакомиться, и опять прошел, условно говоря, год, еще где-то, и она говорит, мы третий раз. Мы решили, что этого достаточно. И вот уже 40, она говорит, 48 лет, мы вместе. Какие качества нужны для того, чтобы вот созидать супружество, для того, чтобы вот эту долгую, счастливую семейную жизнь создать вот с человеком, которого ты выбрал? Наверное, в первую очередь тут необходимо терпение, потому что вот то, что происходит во время знакомства, влюбленность, оно не может длиться вечно. Это такая снисходящая на нет история. Дальше начинается привязанность, забота, уважение друг к другу, понимание, это твой тыл и прочее. Хотя семейная жизнь очень непроста, поскольку, как это говорится, что человек должен найти свою половинку, а на земле где-то порядка восьми миллиардов человек, да, поэтому шансы найти свою половинку не очень высокий. Поэтому очень важно выстроить вот эти семейные отношения. Тут и дипломатом надо быть, и целый ряд профессий необходимы для того, чтобы поддержать этот брак на долгие годы. В бытовой жизни вот вы какой, вот как вы отмечаете на празднике с семьей? Ну, по-разному. Сейчас же все его, особенно молодые, очень заняты. Собрать не так просто. Мы пытаемся это делать. Да, получается. Иногда нет. Но вот это в основном заслуга, можно сказать, жены и сына. Мужи, вот мои юбилеи, вот они меня заставляли это все. В октябрьском зале мы проводили. 50, 60. Это, с одной стороны, очень тревожно всегда. Надо, чтобы люди, которые тебе дороги, чтобы они в этот день могли приехать, разместить. И там очень много условностей сложных. Ну, с другой стороны, конечно, это помнится, и очень многие люди вспоминают, как это было, тем более есть запись телевизионная, все это. Поэтому вот тут вся сила у нас уходит на такие торжества. А вот так, чтобы по-простому посидеть, бывает иногда, с поводом, без повода. Ну, хотелось быть чаще. Ну, это, я вспоминаю, как мы со своими родителями тоже не очень, честно говоря. То есть мы им были нужнее, чем они нам. Это нормально. Так всегда было, так есть и будет. Тут надо относиться к этому философски. Сейчас очень, нельзя сказать, что это модно, да? Ну, просто известные люди, они очень часто помогают, занимаются благотворительностью. Занимаетесь ли вы меценатством, помощью? Я, когда меня просят где-то там выступить, и там в больнице, или в клинике, или где-то, без разговоров, я никогда не отказывал, и всякое бывало, видел, и когда улыбка на лицах, и мы где-то были, не знаю, как это называется, вот в колясках, ребятишки, да, недвижимые, это, конечно, щемящее такое ощущение, но ты понимаешь, что стыдно тебе быть несчастливым, эти две руки, две ноги, вот люди чего-то лишены, и тем не менее, они участвуют в жизни. Поэтому, ну, какие-то просьбы, я всегда откликаюсь, там нужно помочь материально, в меру моих возможностей, когда я знаю, и верю, что это кому-то может помочь, ради Бога. И в заключении нашей программы, да, вот ваш имидж такой уже, да, зарекомендовавший себя, столько лет, именно вот такого серьезного человека в юморе, а в жизни вы смешливый человек, что вот может вас заставить искренне смеяться? Ну, я не скажу, нет, я не смешливый, поскольку у меня все-таки определенный уровень того, что я считаю смешным, но когда смешно, смеюсь, и я помню, как-то я смотрел спектакль «Тринадцать», это, по-моему, автор «Кони» перевод, моего друга Миши Мишина, ДК, в Выборгском, постановка Машкова, это было так смешно, написано, сыграно и поставлено, я думал, что я умру, я сползал с креста, мне было просто физически нехорошо, вот эта фраза «умер от смеха», я помню, что в принципе это может быть, так что когда смешно, ну о чем говорить, конечно, я реагирую, но нужен определенный, потому что иногда вот так я гляну, какую-то передачу, там люди хохочут, пытаюсь понять причину, а что их так насмешило, но у всех разные чувства юмора, поэтому, каждому свое. Смеяться нужно чаще и относиться к жизни с юмором. Спасибо.